Книга «Открытым оком» 3 том. Вопрос 1177. Тема богослужения. «Я купила новую книгу с рук, потом решила сходить в церковь осветить, но мне её не осветили. Что-то там не так. Что с ней дальше делать?» – отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. «Я видел такие иконы. Иногда они написаны пьяными и просто похабно-дурно. Их нужно только уничтожать, сжигать. Священники иногда отказываются освещать только потому, что идёт борьба за рынок сбыта. На стране люди купили такую же икону, но дешевле, а у него никто не берёт. Вот поп и выкамуривает из-за своей жадности. Возле Покровского собора на трамвайной остановке уже несколько лет одна женщина продаёт восковые свечи, пахнущие мёдом, как и в нашем храме. Она ведёт себя вполне пристойно, благочестиво. Свечи её красивые, намного толще и длиннее, дешевле, и люди берут их. Про это пронзнали церковники и припугнули её несколько раз. Против покупки у неё свеч священник стал вдруг говорить проповеди. Но так как в храм идут все, кому не лень, Капрановская церковная плота, и многие не знают про эти церковные прещения, церковники пошли дальше. Они напечатали прокламацию крупной жирно-броской и размножили на ксероксе, предупреждая всех благочестивых союзников нигде не покупать свечей, как только у них. Вот точно такая же ситуация была в Иерусалимском храме во время земной жизни Иисуса Христа у тогдашних священников, родных братьев сегодняшних церковников. Они измыслили особую теорию святости баранов, продаваемых в храме. Так что даже владелец тысячных атар не имел права приводить своих обед в жертву, а продаваемые в храме были дороже их номинальной стоимости ровно в 13 раз. Сравните с доходом сегодняшних крестиков около 2000%. Карл Маркс утверждал, что при выгоде в 400% нет того преступления, на которое не пойдет капитал, даже под страхом виселицы. Выходит, что в наших храмах 5 виселиц в каждом свечном ящике. Если икона нарисована правильно, покрапите ее святой водой и немало не беспокойтесь.